Приветствую вас. Мой ответ будет состоять из двух частей. Первая часть будет касаться того прямого ответа на ваш вопрос. А вторая часть будет касаться уже непосредственно разбора того, что вы хотите убрать и приобрести в контексте вашего ребенка. Ну, во-первых, реально, эффективно и в жарные сроки помочь вам мой детский психолог. Если вы предполагаете, что у ребенка будет работать с психологом, с специалистом, то делать это лучше очно, делать это лучше сессионно, то есть регулярно. Психолог будет работать с ребенком, будет корректировать его поведение, возможно поменять у него систему приоритетов, систему его авторитетов. И как раз таки даст ему все то, чего вы хотите. То есть, ага, именно это реальный, эффективный способ сделать то, чего вы хотите. Дальше. Лень у подростка. Это отсутствие мотивации, отсутствие цели, отсутствие задачи делать то, что нужно. Например, учиться и так далее. Соответственно, придание цели, исходя из его интересов, является первым шагом к тому, чтобы избавиться от лени. Далее, виртуальность. Зависимость от виртуальности, как и любая зависимость, это удовлетворение потребностей. Какие потребности удовлетворяет ваш ребенок виртуальной реальности? Почему он удовлетворяет их именно так? И почему он не может удовлетворять их иначе? Вот это основные вопросы, которые нужно задать, по крайней мере, вам, для того, чтобы понять свою проблему. Соответственно, нужно помочь ребенку научиться правильно реализовать свои потребности. И тогда, тогда у него не будет стимула быть зависимым от виртуальной реальности. Потому что реальное удовлетворение своих потребностей гораздо более ярко, более чувственно, более эффективно, чем виртуальная форма этого. Но для того, чтобы сделать данную вещь, вам нужно придется поработать с самооценкой подростка, с его уверенностью в себе, с наличием комплексов и так далее. Потому что зависимость от виртуальной реальности, это зависимость от определенной роли в социальном кругу. А это значит, что реальную роль подросток выполнять не может. Далее, вы пишите о том, чтобы он охотно учился. Понимаете, желание, вот именно желание учиться, как бы достаточно сложно спровоцировать и простимулировать. Но вот показать, чем может быть полезна учеба, вполне можно. Показать, что учеба может помочь удовлетворить желание подростка, тоже можно. Это тонкая работа. Это тонкая работа, которая в первую очередь зависит и от вас тоже. Странное авторитет матери. Авторитет матери это тоже достаточно деликатная конструкция, которая формируется исходя из того, что ребенок будет вам доверять. Ребенок будет рассчитывать на ваше понимание, ребенок будет рассчитывать на то, что вы его примете. И отсюда не сложно догадаться, что вам нужно менять свое поведение и с противоборствующей модели. Приходить на модель понимающую, на модель советующую, на модель дружественную, которая в первой своей форме, на первом этапе принимает все, что нравится и любит ваш ребенок. И постепенно, за счет восстановления доверия к вам, понимает, чего хочет ребенок, не ругает его, но направляет правильно и эффективно, но деликатно и не спеша. Также очень важно определить, какого пола ваш подросток. Потому что, если это мальчик, то ему нужен мужчина, образец мужского поведения. Если это девочка, то, соответственно, образец женского поведения. И если это мальчик, то он в большей степени подвержен каким-то групповым ценностям. Он тяготеет в группе, он тяготеет к принадленности в группе, ему важно занимать определенное место в группе и, как бы, быть, ну, знаете, как сказать, частью целого. Соответственно, если он подсчетывает, что вы пытаетесь его этого лишить, то он будет образовляться. Способность учиться, также желание учиться, также прямо зависит от раскрытия способностей человека, от раскрытия его интересов и, наверное, выход за стандартные модели того, чем должен заниматься ребенок. Знаете, это такая комплексная работа, в первую очередь, с вами. В первую очередь, начинается она с анализа вашей семьи, с анализа ваших отношений, с анализа того, как вы себя ведете с ребенком. И уже потом вам выдаются определенные корректировки поведения для того, чтобы вы смогли переносить их на ребенка. Что касается советов, то советов давать я не буду, это не профессионально, неэтично. Рекомендации вот вам именно такие, а советы, ну, согласитесь, советы могут дать вам и друзья, и родные, и близкие, но совет вряд ли мы назвать чем-то таким полезным. И уж совершенно точно совет мне назвать тем, ради чего вы пришли на наш ресурс и задали плавный вопрос. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.